Коротко о некоторых мероприятиях и событиях в ведомстве. В МВД подведены итоги операции «Розыск». Цель мероприятия – розыск лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда. В ходе рейдов задержано 13 человек, находившихся как в федеральном, так и региональном розыске. Также установлено местонахождение троих без вести пропавших граждан. МВД призывает проявлять активную гражданскую позицию при обнаружении лиц, в отношении которых имеется информация, что они находятся в розыске. Сообщать об этом по телефону 02 с мобильного 102. В Адыгее сотрудники полиции и представители общественности провели со старшеклассниками школ беседы антинаркотической направленности. В ходе общения ребятам подробно рассказали о работе в сфере противодействия преступлениям, связанном с незаконным оборотом наркотических средств. Далее школьники посмотрели специальный видеоролик, в котором были представлены конкретные виды нарушений в данной сфере, а также подробно обозначены последствия их совершения. В МВД по Адыгее ведется прием заявок журналистов на конкурс «Щиты Перо-2022», в котором участвуют работы, вышедшие в СМИ или размещенные в сети интернет. К участию приглашаются журналисты центральных, региональных и ведомственных СМИ, представители общественных объединений, общественного совета при МВД, сотрудники ОВД и правоохранительных структур. Материалы с пометкой на конкурс «Щиты Перо» направляются по адресу город Маякоп, улица Индустриальная, 2А-1. Прием творческих работ осуществляется до 20 мая 2022 года. Дополнительную информацию можно также получить по телефону 59 63 20 59 63 18. Полиция Адыгее задержана 27-летняя жительница Краснодарского края, подозреваемая в покушении на сбыт наркотиков через тайниковые закладки. При себе она хранила около 30 свёртков, в которых, согласно заключению экспертов МВД, находилась запрещенная соль. В дальнейшем в различных микрорайонах Майкопа изъято ещё несколько свёртков с разовыми дозами аналогичного наркотика. Общий вес партии составил более 16 граммов. Выяснилось, что женщина планировала реализовать эти вещества бесконтактным способом с использованием сети интернет. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Сейчас она задержана в порядке статьи 91 УПК России и содержится в изоляторе.